Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю продолжить тему о продуктах пчеловодства, которую я начал. У меня есть уже на канале видео про мед. Сегодня я хочу вам рассказать про пчелиную пыльцу. Это научные взгляды, которые сейчас есть на данный момент, которые знают вообще человечество, что смогли добыть, допустим, ученые. Так же самое это будет мой опыт личный. Я уже применял около 10 лет эти продукты, никаких проблем абсолютно не было. Укрепление здоровья и действительно, ребята, это работающая штука. И очень эффективно. Я расскажу вам в этом видео, какой состав пчелиной пыльцы, какие бывают побольше эффекты, как нужно применять часто, что вообще можно оздоровить с помощью пчелиной пыльцы, насколько это полезный продукт, чтобы вы понимали, насколько это действительно ценный и полезный продукт для человечества. Это уникальный продукт. И в этом коротком видео вы узнаете все самое актуальное, что мир сейчас знает на данный момент. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Как вы уже знаете, видео про мед, которое записывал, что мед состоит в основном из углеводов. То есть это примерно 97%. Но пчелиная пыльца – это скорее белок. Это аминокислоты, прежде всего. Это весь необходимый состав аминокислоты и белков. Это очень анаболический продукт, который используют пчелы для своего кормления. Они сами едят его. Пчелиную пыльцу и пергу. О перге будет следующее видео. Подождите меня на канале, я тоже запишу. Потому что в одном видео записывать это не очень хорошая идея. Поэтому будет отдельное видео для каждого. И поверьте, это достойно. Каждый продукт этот отличается друг от друга очень сильно. Поэтому пчелиная пыльца – это очень-очень сильно рекомендованный, по крайней мере, мною и многими людьми, которые используют нормальное здоровое питание, которые используют оздоравливающие продукты. Скажем так, сторонник нетрадиционной медицины. Но я стараюсь совмещать это все. И традиционную, и нетрадиционную. Я беру лучшее с тех миров, с того мира, и лучшее с обоих миров в общем. И все это даю вам. Нужно анализировать всю информацию, делать какие-то общие выводы. Поэтому я даю вам научную информацию, подтвержденную личным опытом. Друзья, пчелиная пыльца, она очень мощно может дать вам серьезный толчок, например, в спортивных результатах. Потому что она работает как анаболик. Это мощный и полностью обеспечивающий ваш организм питания продукт. Всеми аминокислотами, как я сказал, и дает вам энергию. Дает вам энергию для жизни и заряжает вас действительно на каком-то глубоком клеточном уровне энергии. Это прям чувствуется. Пыльца представляет из себя мужскую репродуктивную единицу цветов. Да, это, друзья, может не понравиться мужикам каким-то, но это так. И содержит в себе очень много белков, как я сказал. Поэтому пчелы на этом очень хорошо растут. Они используют эти белки для роста. Примерно 20% содержится белков. И это очень мощный способ, который может воздействовать на ваш организм. Это питание пчел. И в них содержится огромное количество полезных жиров, липидов. Так же самое там находятся минералы и витамины. Очень много минералов, почти все необходимые, которые нужны вообще. Пыльца пчелиная очень сложная по своему составу. В них содержатся даже эфиры и всевозможные жирные кислоты. Из-за того, что пыльца такая сложная по составу, ее очень сложно изучать. И очень сложно понять, как она действует на организм. Поэтому ученых нет однозначного мнения до сих пор, полезна ли она вообще для человека. Я же вам скажу, что однозначно полезна. У меня 10-летний опыт применения этого продукта. И я вам скажу сказать, никаких проблем никогда от него у меня не было. Используйте этот продукт. Но вы должны понимать, она прорастает в разных местах. И она очень разная по составу. Она одна, допустим, в России, она другая в Украине, она третья где-нибудь еще. И там в Болгарии, не знаю. То есть где-то вот в любой стране, где она собирается, она всегда отличается. В ней могут быть содержания всевозможных там вредной примесей находиться. Это тоже нормально. Если пыльца собиралась где-то не в экологических районах, она может вообще быть вредной организму. Вы должны четко знать, где вы нашли эту пыльцу. Я рекомендую вам не покупать пчелиную пыльцу в магазине, в аптеке и так далее. Не брать ту пчелиную пыльцу, которая была сделана на заводах. Потому что в процессе сборки такая пыльца, она собирается промышленных масштабов и там может попасть что угодно в нее. Я почти уверен, что там контроль очень слабый на самом деле. И может просто попадать какая-то грязь даже туда, допустим, в процессе собирания вот этого всего. Поэтому я вам не рекомендую покупать пчелиную пыльцу, которая сделана была в промышленных масштабах. Покупайте у проверенных пчеловодов, которых вы знаете. Познакомьтесь с ними, узнаете где они собирают, где они живут, в каком районе. Чтобы это было собрано каким-то человеком, у которого минимальное было какое-то воздействие загрязняющих веществ. То есть человек собрал, скорее всего там все будет хорошо. В пыльце также есть флавоноиды. Это очень биологически активные вещества и это очень мощный антиксидант, так же как и в меде, когда я уже рассказывал. То есть мощный эффект имеется в пыльце как в виде антиксиданта. Это означает, что вы защищаетесь у организма от свободных радикалов. Это очень рекомендовано людям, у кого есть раковые заболевания, у кого есть склонность к раковым заболеваниям. Это отличная профилактика рака, всевозможных вот этих нарушений, когда свободные радикалы по организму функционируют. И циркулируют. И вот эти антиоксиданты помогают их сдерживать. Очень мощный способ. Ученые смогли идентифицировать примерно 14 органических жирных кислот, из которых самая мощно выраженная это линолевая кислота и альфа-линолевая кислота. И я покажу вам в этом видео процентное содержание, сколько примерно находится. Кроме того, в пыльце есть различные органические кислоты. То есть щавелевая, лимонная, винная, уксусная. Глюконовая кислота проявляет самую сильную концентрацию в пчелиной пыльце. Все эти органические кислоты, которые содержатся в пчелиной пыльце, они способствуют укреплению вашей сердечно-сосудистой системы. Это очень хорошая профилактика всех проблем и возможных осложнений сосудами. Например, атеросклероз, к примеру. Это очень хорошая прочистка ваших сосудов. Потому что это все способствует также снижению количества тромбоцитов в вашем организме. Примерно, ну есть некоторые нюансы. Примерно 15 грамм, не более 15 грамм в сутки можно использовать в пчелиной пыльце. Потому что если больше, есть риск даже кровоизлияния в мозг. То есть такие геморрагические состояния, которые вообще называются инсультом. То есть когда кровоизлияние в мозг из-за слишком жидкой крови происходит. Когда кровь уже просачивается сквозь стенки сосудов. Это нехорошо, конечно. Вы должны понимать, что и мед имеет такими же свойствами. Мед, пчелиной пыльца и перга, она имеет свойство разжижать вашу кровь. Если вы, допустим, сидите на каких-то препаратах, разжижающих кровь. Там варфарин, например, который мощно разжижает. Вы должны знать, что вам нужно очень сильно ограничить тогда употребление пчелиной пыльцы и вообще этих продуктов. Где-то примерно от 5 до 15 грамм в сутки. Лучше, если вы уже в этой группе риска, тогда лучше 5 грамм в сутки. То есть это чайная ложка. Не более столовой ложки в день. 15 грамм это столовая ложка в день. Но я вам рекомендую остановиться на одной чайной ложке в день. Именно по этой же причине, если вы просто здоровый человек, у вас нет никаких рисков. Если вы не на препаратах сидите для сердца, разжижающий кровь, то вы должны знать, перед операцией нужно ограничить количество употребления пчелиной пыльцы и вообще продуктов пчеловодства. Потому что разжижается кровь и увеличиваются риски многократно кровоизлияния в процессе операции. В пчелиной пыльце есть огромное количество регуляторов роста, гормонов, а также микроэлементов. 20 микроэлементов, которые вы можете найти. Есть антиоксиданты флавоноиды, как я сказал. Из-за такого сложного состава она имеет очень сильно оздоравливающие действия. Очень рекомендовано для людей с нарушением какими-то, с мозговыми проблемами, мозговые нарушения. Например, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Эти болезни рекомендованы, используя пчелиную пыльцу, они улучшают работу мозга. Так же самое вы можете использовать при диабете, при ожирениях, при раковых заболеваниях, как я сказал. Болезнь Хантингтона и артрит. Также болезни, которые могут улучшиться, если вы будете использовать пчелиную пыльцу. Против действия рака основано на том, что пчелиная пыльца, как и мёд, является индуктор апоптоза. Об этом я объяснял в видео про мёд. Посмотрите, пожалуйста, чтобы я не повторялся в этом видео. Я там рассказал, как это работает и как это поможет бороться с раком. Так как медицинские препараты, которые помогают при раке, как раз и являются индукторами апоптоза. Пчелиная пыльца влияет на выработку инсулиноподобного фактора роста. А также стероидных гормонов, эстрадиола и прогестерона. На этом месте нужно остановиться поподробнее. Вы, наверное, думаете, что для мужика, так, стоп, какой эстрадиол и прогестерон? Нет, мне мужику это не надо, это же какие-то женские гормоны, да? Стоп, друзья, всё на самом деле посложнее, чем вы думаете. Было установлено, я вам оставлю под этим видео все исследования, которые я использовал в подготовке к этому видео, к этому материалу. Для нормальной работы мужской системы, для нормальной работы тестостерона, для того, чтобы тестостерон работал так, как нужно в организме, он должен работать в связке с эстрогеном. То есть ему нужны эти гормоны. И они работают, наоборот, как стероидные гормоны. То есть это помогает вам развиваться и становиться ещё мощнее и сильнее, добиваться каких-то спортивных результатов. Не бойтесь этого, это просто миф. И для тестостерона, для этой работы нужны эти гормоны. Эстрогены крайне необходимы мужскому организму, потому что только связки с ними работают, тестостерон, так называемая метаболическая связка. И только тогда тестостерон может выполнять свои необходимые функции для мужского организма. Также для нас, мужиков, ещё очень важно такое действие пчелинопыльцы, как подавление воспаления простаты. Если, допустим, есть какой-то хронический простатит, есть к этому склонность, вам нужно использовать пчелинопыльцу. Это было доказано и очень эффективно работает на мужской организм. Сложные воздействия, сложный механизм, как это работает. Но если в целом, просто в двух словах простым языком, идёт уменьшение воспаления. Воспаление именно как раз в этой области влияет на воспаление в области простаты. То есть идёт уменьшение количества клеток воспалённых, которые в самой простате. То есть когда простата воспаляется, она увеличивается в размерах. Она начинает давить вокруг на области. И из-за этого болевые ощущения, из-за этого всевозможные частные мочеспускания. Вы бегаете в туалет за ночь 3-4 раза. Это вообще первый показатель, что что-то не так с простатой. Ночью вы должны вставать туалет максимум 1 раз. Это если вы пьёте много воды перед сном. Или 0 раз вообще. Когда вы начинаете бегать часто в туалет, означает, что у вас уже есть какие-то проблемы в простате. Это может быть хронический простатит, например. У большого количества людей это есть. Уже к 30 годам есть очень многих людей, очень молодых пацанов, да, уже это всё есть. Поэтому хорошая профилактика будет использовать пчелиную пыльцу. Или какие-то сильные экстракты покупать в виде уже биодобавок, допустим. Тогда, возможно, будет показано вам покупать более какие-то мощные. Но опять же, всё в меру. Друзья, как я использую пчелиную пыльцу? Что именно я делаю? Я просыпаюсь утром, я беру чайную ложку пчелиной пыльцы и ложу её в рот себе на язык, там, под язык, да. И просто я её не сразу не проглатываю, не запиваю. Я просто держу её во рту и слюной, с помощью слюны, растворяю. Это называется уже первый этап пищеварения в вашем организме. В слюне уже есть необходимые ферменты, чтобы начинать усваивать тут же. Организм усваивает питательное вещество прямо через ротовую полость. То есть, вы получаете некоторые вещества прямо сразу же в кровь. И это очень круто. То есть, на голодный желудок, натощак организм более охотно воспринимает то, что ему нужно. Биодоступность пчелиной пыльцы огромная, как и мёда. Практически 99-97% очень биодоступный материал для организма. Таким образом, чайную ложку с утра растворили её полностью. Она довольно вкусненькая, к ней нужно просто привыкнуть. И всё. После этого я могу выпить воды через 10 минут, допустим. То есть, не запивая. Практически не запивая. Таким образом, целый месяц я использую пчелиную пыльцу. Каждый день по чайной ложке. Я никогда больше не использую. По столовой ложке до таких доз я никогда не дохожу. Чайную ложку. И целый месяц я использую пчелиную пыльцу. Потом я перехожу на мёд. Потом я перехожу через... На месяц на мёд перехожу. Потом я перехожу на месяц или на пергу, или на пчелиную пыльцу. То есть, не нужно одновременно и пчелиную пыльцу, и мёд, и пергу. Все сразу не нужно. Есть золотой закон приема пчелиных продуктов. Все нужно чередовать. Сначала один, потом другой продукт, потом третий. И так можно круглую очередовать. Поэтому месяц одно, месяц другое, месяц третье. И таким образом вы постоянно, каждый год получаете все, что нужно. Очень большой состав полезных веществ есть в пчелиной пыльце и в меде. Не так там много витаминов, как многие думают, но в пчелиной пыльце их уже гораздо больше, чем в меде. В меде их практически вообще нет. Не нужно рассматривать мед как содержание, какой-то там источник большой витаминов. Пчелиная пыльца гораздо больше источник витаминов уже и в ней больше белка. То есть смотрите на пчелиную пыльцу как на белок, а мед как углеводы. И пчелиная пыльца, она омолаживает ваш организм. То есть вы реально, ваш организм на клеточном уровне начинает работать совсем по-другому. Ваш организм будет лучше работать и гораздо дольше работать. Вы сохраните память, вы сохраните ясный ум и хорошо работающее сердце. Это и нужно для здоровья, а еще и простата здоровья, если вы, допустим, мужчина. Теперь смотрите, это не идеальный продукт. Это очень сложный продукт по составу, как я сказал. Есть. Это считается гипоаллергенный продукт. Перга и пчелиная пыльца считаются гипоаллергенные продукты. Что не скажешь про мед, потому что мед очень огромное количество людей вызывает аллергию. Пчелиная пыльца, многие думают, что вообще не вызывает аллергию. Это не так. Нужно сказать, что она вызывает аллергию. Она может вызывать не просто аллергию, а анафилактический шок. От нее можно просто умереть. Если у вас есть аллергия прямо на пыльцу, то вы должны 100% сначала протестировать ее. На себе, допустим. И, возможно, вам это не подойдет. Как вариант, вы можете взять просто одно зернышко пчелиной пыльцы. Маленькое зернышко положить себе, допустим, на внутреннюю часть губы. Внутри, да, на слизистую рта. И посмотрите, что будет с кожей. Если там хоть какое-то покраснение или набухание будет кожи, все, стоп. Для вас этот продукт не подходит. Только там через консультацию врачей, я не знаю, какой-то вам может быть какие-то дозировки подберут. Как вы можете на это выходить. И у меня такого опыта нет. Я считаю, если у вас есть аллергия на пчелиную пыльцу, прям такая сильная, что уже идет отек тканей. Не нужно экспериментировать. Стоп, просто не нужно. Потому что это может реально вас просто убить. Если у вас под рукой не окажется, допустим, адреналина, который колет в сердце или в бедро, допустим. Но обычно колет в бедро, то вас просто могут не спасти. Анафилактический шок это практически стопроцентно вероятно смерти. Поэтому если рядом не окажется вот этого спасающего укола, адреналина, который колется в бедро. К слову, там за границей у детей почти у всех в школу, например, они носят с собой вот эти уколы. Вот эти ручки укол, которые колются в ногу и спасают жизни. То есть если у вас есть такой риск реально получить анафилактический шок, я вам советую купить этот шприц и иголку. Которая вкалывается в бедро и вас можно просто спасти. Человек вас спасет какой-то рядом. Или вы сами себя спасете. Пчелиная пыльца не рекомендована, если вы, допустим, кормите грудью, если вы беременны. Допустим, беременным точно противопоказано использовать пчелиную пыльцу. Возможно, даже и мед не нужно использовать. Но если мед, допустим, минимальных количествах можно попробовать, но пчелиную пыльцу точно не нужно. И пергу точно не нужно. Поэтому вроде как продукт и гипоаллергенный, но у некоторых все-таки может быть такая нестандартная реакция. И поэтому его нельзя сказать 100% безопасным продуктом в плане аллергии. И вы должны знать свой организм, проверить на себе, допустим, для начала, да, и потом уже использовать. Если у вас есть аллергия, вы хотите бороться с помощью пчелинной пыльцы, это хорошая идея. Мы сейчас как раз этим занимаемся, допустим, у меня с жены аллергия. У нее в августе на полынь серьезная аллергия идет. То есть месяц ее просто, ну, жалко смотреть, там, очень, очень на нее это влияет. Вот мы сейчас хотим попробовать, сейчас уже начинаем, уже где-то месяц начинаем, она нормально переносит пыльцу. То есть у нее аллергия на полынь цветущую, да, но тем не менее на амброзию, то есть, да. То есть и сейчас мы используем пчелиную пыльцу, скажем так, как тренировку иммунной системы. То есть это как аллерген слабый, да, допустим, может быть, и он воздействует на организм, тем самым помогает избавиться от аллергии. Я читал, что есть реально много случаев, которые действительно были подтверждены, что это помогает бороться с аллергией. Каких-то четких научных подтверждений на эту тему нету. Как и нету, как я говорил, вообще подтверждения пользы пчелинной пыльцы, потому что это продукт сложно изучать. Поэтому нужно очень аккуратно, если у вас есть хоть какая-то аллергия. Друзья, у меня на этом все. Я надеюсь, видео вам было полезным. И увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok